очередной подбор и сразу два автомобиля в один выпуск и это у нас mazda cx-5 и mazda cx-5 cx-5 20 год у нас комплектация touring так это крыло менялась красилась distronic у нас есть адаптивный круиз это приятно хорошенькая сбитенькая все хорошо держит дорогу комплектация все что надо для жизни ездить cx-5 с покажу общий план дверь украшена дверь меняли 2 вот шов вот резонули не худшая скажем так что я видел порядок у нас получается то что заявлено то есть почищем выглядит аккуратно машина заявили соответственно для 19-го 24000 заявленных у нас повреждение по этой стране и две звери минина фары у нас чуть-чуть в разнобой как чуть-чуть здесь светлое стекло а здесь желтое стекло отречены на лобовом под замену стойка тоже у нас ушла у нас все и собрано вот так вот он течет сочится масло сочится уже очень давно на генераторе там отдыхает куча мусора шпакла то что нужно было отрезать заменить аккуратненько все это там тянули вытягивали выстрелил один вариант по масти интересные 19000 пробега двадцатый год автомобиль хорошая комплектация все что надо для жизни есть и что немаловажно 19 тысяч пробега поэтому будем надеяться что она будет соответствовать заявленному бандиты всем привет с вами днепровский автоподбор как всегда андрей владимирович в общем сегодня у нас очередной подбор и сразу два автомобиля в один выпуск я так показался короче два автомобиля и это у нас mazda cx-5 и mazda cx-5 да одни ребята с киева другие с днепра хлопец заказали два сразу автомобиля один мы уже подобрали он остался в днепре всего лишь мы провели два осмотра и автомобиль выстрелил первая машина которую мы осматривали и она же выстрелила я сразу человеку сказал что надо не терять времени мы для спортивного интереса можем посмотреть еще но это будет хорошим вариантом и поторговались все красиво поэтому человек уже оформляется там все дела а мы отправляемся с вами за 2 mazda город киев так как люди оттуда и мы первично посмотрели локально что там есть интересные варианты и собственно направляемся сегодня туда у нас раннее утро а мы уже в пути поэтому запасайтесь попкорном mazda cx-5 в последнем кузове полетели а вы пока можете глянуть как мы там разбирали с днепровской mazda там принципе были небольшие приключения думаю вам будет интересно переходите да а мы полетели далее cx-5 двадцатый год у нас комплектация touring зима он неплохая кэша в идеал мы сейчас лак не посмотрим погодные условия я сейчас покажу внешнее состояние то что уже замечено сразу и будем пробивать полукокрасочным покрытие без ключевой есть есть номер только там зарекурсируйте потом как я не болтался где-то хорошо да так по зазорам есть вопросы машина полировалась шестьдесят два микрона маловато для нее приходят они по более чуть-чуть раз так это крыло менялась красилась зазор раз подклеили два уже тряпку дать не никакой вот пропил здесь крышу посмотрим на блин каша полировали и будем на него рассчитывать будем ее пересматривать еще или в боксе или где-то потому что на черном цвете может быть нюансов очень много так это грязь дополнительных подкрасов нет это радует погнали по внутрянке здесь карта в принципе все аккуратно есть небольшой начес по классике бус музыка это приятно здесь точно очень прям вах-вах электропакет есть лужа тоже есть имеется принципе ковровая выглядит хорошо чуть-чуть тут небольшой износ и по правой стороне педаль чуть-чуть тоже есть износ съезд полосы клиентная функция электро багажник здесь все лак потерт тут чуть-чуть моменты есть подогрев и климат все как положено строчка строчка вопросов не вызывают аккуратно смотрится дистроник у нас есть адаптивный круиз это приятно по опциям сейчас мы пробьем внутреннюю часть болты понятно тут откручивались порядок порядок сзади фильтр в подарок походит водка на карте есть два таких момента так что по ремням здесь здесь аккуратно сзади климата нет просто воздухозаборники подогревом нет зарядка есть люк у нас имеется тут все аккуратно так багажник можно до комплекс ковров родной если можно да это тот который с ней был до комплект ковров да пусть не пусть так сабвуфер на месте здесь герметики есть он за резиновые коврики а эти просто были ага так виброизоляция на месте комплект ключей вы просматриваете вы просматриваете вы можете уложить а коврик покупали здесь уже а я понял уложите так здесь в принципе все аккуратно небольшие зацерапанные с ремней не менее раз и 20-20 красиво и здесь тут порох аккуратней там кто-то запрыгивал тут уже механическое сидение в принципе по износу все аккуратно так что подкапотное давай глянем что там нам насобирали что скажешь Родион брать будем так что у нас тут написано 5В30 46 поменять наступна замена а сейчас 36 30 10 ну так кстати неплохо выглядит аккуратненько все вот так вот что-то ему надо сделать было по крайней мере мне так сказали так стык усилителя джерона сверху струна просматривается в принципе деформации по крайней мере сверху не видно обязательно снизу но мы пересмотрим здесь окуляр вот вот заводская раз сварка вон внизу крепление тут смотрится все аккуратно вот небольшое подпотевание нельзя сказать даже сейчас сзади посмотрим по контуру тут в принципе тоже там довольно таки чисто вот эта сторона здесь под клапаном тоже нормально джерон с этой стороны вот смотрим усилитель учился понятное дело тут у нас мешает фильтр под ним только надо смотреть здесь по окуляру все на местах все это радует крыло твой ваня здесь крепеж можете завести пожалуйста завести пожалуйста можете двигатель у нас прогрет вот сейчас послушаем как работает пускай активом чувствительны к топливу раз то есть и такое небольшое назовемого дизеления есть присутствует на всех машинах которых я видел но чем лучше качество топлива тем меньше это проявляется то есть его равномерность работы влияет напрямую топлива здесь используют присадку или квимоли для выравнивания октанового числа работает на ура здесь у нас пары раз два моментик соответственно похоже на тайваньский если честно так по работе аккуратно сейчас будем смотреть компьютером ключ это вы дополнительно делали да это с ней такой пришел да ну один не ну поклась хотели все сделать потом потом на всякий случай но так потом дороже будет что не пишется пробег что там ну так чтобы вопросов не было вот прямо так пробег пробег коробки смотрим у нас там один диванный аналитик на ютубе сказал что в маздах пробег не пишется в коробке ну да с каких пор айсен не пишет пробег в коробке он не пишет там отдельный айсен я говорю ну окей да а пробег там не пишется когда его стирают и скручивают пробег на маздах поэтому он там и не пишется но вообще коробка пишет отдельно свой счетчик если если его калибруют ее она просто попадает падает не она падает в аварию пишет 0 и это сразу ну все это калибровочное состояние ну короче что совпадает с вашей приборка чуть чуть меньше пытаться можем машину закрыл ты закрыл машин так здесь я мчить можно нырнуть можно нырнуть хотя вроде сделали заживали я давно не ездил дальше давайте так еще проедем чуть-чуть бензина вашего потратили а по дороге ну чуть-чуть да тут нормальная дорога скажу честно мне тачка понравилась прям хорошенькая сбитенькая все хорошо держит дорогу комплектация все что надо для жизни есть дистроника адаптивный круиз тайвань ну в тайване дешманская все бьется нормально и выглядит по с герметиком со всеми делами то есть короче по сборке вопросов нет единство надо поднять пересмотреть снизу тут водительский лонжерон чтоб там не было сюрпризов и но так в целом в езде и в управлении прям все хорошо по ошибкам тоже нормально по блоку я посмотрел короче пробег бьется чтоб некоторые не писали что в асине не пишется пробег диванные аналитики ставлю вам лайк короче этот но хорошая машина реально все адекватно если там поторговаться то может короче полетели дальше будем договорятся а и так смотрите cx 5 сейчас покажу общий план резина у нас еще родная то ее которая идет по завод машина как же не видел чистая но сейчас мы пробьем так здесь стекла совпадают сзади видно протектор перекинули это кстати больше изношено чем-то может одно пострадало бордюрка ого начес солидный такой прожила так выработки по диску именно диск уже под доржавевшим на здесь у нас паутина пауки живут порядок что погнали по лакокрасочному покрытию лобовое вроде как родное сейчас проверим чем 67 но тут mazda у нас красит 80 машина подполировалась здесь здесь дверь украшена дверь меняли 2 оклассните два раза пожалуйста так по порогу работы какие велись так и у нас где-то тут вот шов вот резонули да сейчас придет на кстати 500 микрон довольно таки неплохо вот у нас идет заводские метки а тут уже сварка видите другая так клипсы на место поставить окей не худшая скажем так что я видел по стоечке сейчас другой страны попробуем вы рука что-то на так наклейка все правильно получается внизу обошлось скажем так вторая часть так полококрасочный здесь дверь капот у нее не пострадал да как на фото ну как и на фотографии там не было ни заломов никаких на первый взгляд не пострадало знаете бывает приплыть совсем другую понятную чувствительный наклон поэтому иногда скажем показатели не переживали порядок у нас получается то что заявлено то есть здравствуйте как жизнь ваша продали на класс вы все с одного движения но не с одной семьи ас даже так туда вы знаете как мы смотрим машины видеть стойка просто согнулась да получается механическая часть ну там же говорили меняли амортизатор стойка а да и и согнула да потому что бывает стойка она не гнется вырывает стакан поэтому я же за этой спрашиваю шильдик у нас есть это приятно по окулярам заводская раз два три четыре здесь точки заводские то есть у нас было повреждение стойки чтобы она есть опасность не дернула стакан к сожалению такое встречается но здесь все порядок по лонжерону сверху все мы просматриваем здесь аккуратненько капот не снимали но крылом соответственно снимать здесь порядок здесь тоже на своих местах там есть двигатель в паутине принципе живет от поживает потихонечку он теплый так принцип каких-то течи не наблюдается что можете завести пожалуйста сейчас послушаем работа но это уже не холодный запуск но тем не менее на горячую мягенький так так сзади суфа клин внутренний сезон как называемый или полуось просматривается нормально здесь кстати подушка еще целенькая прям все аккуратно ремень и ролики натяжители вопроса не бывает что не бывает подпакет как потевает можете вывернуть влево руль пожалуйста максимально так на передов скинули резину получше здесь в принципе аккуратно все сейчас тут тоже взнос плюс-минус равномерный какого-то бордюрка конечно есть так 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 что у меня по подкапотке нет вопроса нет интерьер карта пару царапин так есть дверь с внутренней части здесь лак по классике вот два небольших залома тут три но криминала пластик выглядит естественно тут уже есть чуть чуть небольшой взнос и педаль по правой стороне ковровая ковровая хорошо выглядит здесь съезд полосы так рулевое колесо в принципе вопросов не вызывает кстати аккуратненько каких-то моментов не наблюдается лак рояльный он же зацарапан есть у нас подогрева двухзонный климат это пленка или это что-то не понятно зачухан да вопросы есть сейчас посмотрим просиженности нет почищена выглядит аккуратно подлог утверждать у нас остался родной что у нас музыка обычно здесь карта небольшие загриняне есть вот царапина небольшая присутствует на дерево по шву неплохая работа 500 микрон всего лишь бьется аккуратненько зачистили я внутреннюю часть посмотрел ну это мы обсуждаем пока не слышит продавец здесь подзарядки на месте подогрева где пошел хорошая работа честно вам скажу пошел хорошая работа там это же не на утлендер неплохая она там поменяла там поменяла наружную часть здесь на месте там крат на месте крюка нет хорошо классики давайте посмотрим компьютером вы не против так пробег не крутили тут все нормально понял сейчас посмотрим что ошибок нет вытерли сейчас глянь ну так все более-менее по пропускам порядок по углу тоже заводской показатель в принципе все хорошо все красиво нейтральном положении мы меряем мотор прогреть давайте проедемся пожалуйста не против мне уже давно не ездили на я так смотрю ну так чтоб ездили то туда так у нас же слепые зоны что по выводу мне тачка понравился чувак нас узнал мы уже у него осматривали машину на самом деле он такой приятный чувачок работа в принципе очень даже not bad по врезке этого порога аккуратненько сделали шагрень мне понравилось короче машина заявили соответствует это приятно я думаю мы завтра повезем ее на диагностику уже посмотрим там снизу те параметры которые еще будут важны но так в целом сбитенькая проехались протестировали все файно так что до звездку а мы сейчас пока едем смотреть еще один вариант пока вы ждете режете бутерброды режете бутерброды до подписывайтесь на канал инстаграм задавайте все вопросы постараюсь по возможности ответить все удачи всех бах так смотрите на осмотре cx 519 вот 24000 заявленных у нас повреждение по этой стране две звери мини на сзади у нас яка сама стертая в ноль сейчас будем проверять фары что уже замечено здесь тут тоже выкинуть протектор здесь получше фары у нас чуть-чуть в разнобой как чуть-чуть здесь светлое стекло а здесь желтое стекло это из поверхностного осмотра трещины на лобовом под замену погнали так 1 2 там было 60 тут тоже 67 бьется но есть места так задний квотер не трогали дверь окрас это тоже соответственно по порогу скажите что-то делали понял не знаете сейчас глянем капот соответственно так наклеечка у нас подъехала жизнь понял 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 стойка тоже у нас ушла поэтому и треснуло лобовое тут у нас вообще оверхлоу и собрано вот так вот интересно интересно мусор есть и тут мусор есть и тут разница работы между предыдущей и этой вытянули здесь 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 уже пошел переход у нас где-то аж тут делали сейчас нижнюю часть отсюда смотрите как будет не будет видно шагрень короче вопросы вызывает сразу здесь и вот к низу погнали понятнее ремень что-то у нас провисла жизнь у него капот понятно так здесь раз-два-три-сто я думаю мы сразу пойдем под капот на и смотреть если что не терять время по крышке сочится он начиная от верху вон герметик один на которой садится крышка вот оно с под той крышки и давит его и давит прилично по под капот мы раз переклеивали здесь окуляр делался думаю ну очень на это похоже в заводской точке что здесь найдено вон по крышке ГРМ назовем его так и навесному оборудованию он течет сочится масло сочится уже очень давно на генераторе там отдыхает ездить так нельзя мягко говоря это надо срочно устроить с под клапанами в принципе у нас запотевание не видно здесь видите заводская точка есть там нет на окуляре лонжерон сверху просматривается единственно мешает фильтр воздушный его надо пересматривать снизу но при боковом ударе придавили тут чуть покрасили не очень хорошо это мы еще глубоко не копали поэтому я думаю этот нам вариант явно не подойдет как то так перешили хорошо если сказать вкратце хреновый ремонт мы там выезжаем фары разнобойстик лобаж под замену течь ну течь что техническая часть как бы не не такой момент но чуть у меня сомнения по пробегу сразу в салоне я так быстро бегала осмотрел но это не догма не понравился ремонт куча мусора шпакла то что нужно было отрезать заменить аккуратненько все это там тянули вытягивали ну ты сам увидел качество ремонта да вот если у нас такие две наглядные машины то прям разница заметная я думаю это не то что хочет видеть наш покупатель поэтому мы этот вариант сразу откидываем и не тратим на него время а мы едем с вами дальше отдыхать уже наверное на сегодня далекая у нас была дорога устали хорош пищать пристегайте ремень этот отдыхать в отель пить молочко наноси и ложиться спадки завтра тяжелый рабочий день что бандиты всем привет сегодня у нас раннее утро мы уже отправляемся на осмотры у нас по плану mazda cx5 вчера мы нашли неплохой один вариант его пока положили на полочку хотим посмотреть еще несколько автомобилей которые себе наметили поэтому запасаемся кофейком и вперед смотрите cx5 восемнадцатый год перед непривидной версии дарку морки видим чуть раздвижность по цвету я сейчас общий план покажу нюансов по кузову есть вот такие моменты здесь притертость резина у нас nokia скажите а тойя которая или yokohama которая с ней родная была есть резина yokohama есть с ней родная или это тут только один комплект нет 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 понял вот это да покрашивать ну это я понял фара у нас петет тут такие нюансы поехали по логокрасочному который ассинамо а 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 Крыло как раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можете завести, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, видите, у вас есть успокоитель, и он сверху него уже масло с мусором так накапывает нормально. Мусор налипает, потому что нет защиты туда. И потихоньку это все капает на ремень. Если вы сейчас видите, в ремне такие полосы видно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уже мягко говоря, надо за этим следить, чтобы его не оборвало. Так, смотрите. Вон здесь запотеваем на ролике. Там уже много спот... Крышки ГРМ-крышки ГРМ-крышки. Это кто устраняет. Можете, пожалуйста, чуть-чуть. Я лишнего ничего не говорю. Да. Здесь у нас к лонжерону окуляр приваривался. Вон есть место сварки. Ну, говорят, работы по лонжерону были. В любом случае, мы должны пересмотреться снизу и померять. С подклапанной кришки с этой стороны снег запотевания. Здесь так же. Ну, хотя мы вот небольшой, чуть-чуть. По задней стенке. В принципе, там нормально. Фара у нас разборка раз. Это соответственно тоже. В общем, как-то так. Так, ну что, бандиты. Мы уже в Днепре вчера доставили автомобили по другим заказам. Чуть-чуть выспались. Хотя, благодаря... БИК. Чуть-чуть не выспались, которые ночью. Короче, вы поняли. Суть в чем? Сейчас едем на Московск. Выстрелил один вариант по Мазде. Интересный. 19 тысяч пробега. 20-й год автомобиль. Повреждения чуть-чуть. В задочке мы въехали. Без криминала. Будем надеяться, что все соответствует действительности. И если это так, то это очень интересный вариант для покупки. Машина полноприводная. Черный цвет. Комбинированная кожа Алькантара. Хорошая комплектация. Все, что надо для жизни есть. И что немаловажно, 19 тысяч пробега. Поэтому будем надеяться, что она будет соответствовать заявлению. Также у нас есть на полке теоретический киевский вариант, который мы осматривали самый первый. Там тоже неплохая машина. У нее, конечно, повреждения были больше. Но цена хорошая. И плюс хороший ремонт. Мы уже этих, так как оказалось, людей осматриваем второй автомобиль. Они нас также узнали. Там все дела. Но автомобиль хороший. Единственное, там чуть-чуть не устраивают нашего клиента по комплектации. Но мы его все равно оставили на полочку. На всякий случай. Вдруг те варианты, которые отпадают у нас есть. Будем надеяться, что мы сможем к нему вернуться. Или нет. Как бывает. Поэтому как-то так. Так, смотрите. Mazda CX-5. 19 тысяч пробега. Резима Yokohama. У нас еще бесключевой доступ есть. Удар был сзади. Поменена. Ляда заявлена. Хотя у меня вопрос, зачем ее меняли. Потому что там такой очень маленький удар. Ну, сейчас проверим, посмотрим. Здесь тоже Yokohama. В общем, резина та, которая с ней пришла. Так, визуальных моментов больше не видно. Но лак в идеал мы не посмотрим. Видите, какая погода. Вот есть момент уже по диску. Бордюрка присутствует. Выработка. Небольшой нету. Но видно, колодки она вовремя не поменяли. Чуть притертость есть. Так, погнали по классике с крыши. Посмотрим. Раз. Два. У нас есть люк. Приятная опция. Здесь порядок. Чуть-чуть отходит. Стекло на месте. Пока порядок это радует. Вот этот квотер задний чуть-чуть поддували у нас получается. Пятном тут, получается, сыграло чуть-чуть имятина была сейчас. Еще раз на всякий случай здесь проверим. Такое. Поряем. Вот это пластик. Вот получается так. Сейчас посмотрим внутреннюю часть. Она без ключа не реагирует. Вы далеко стоите, да? Братик? Кого? Да нет, нет. Мы сейчас и молочка попьем вдруг что. Ну что, я что-то молоко взял-то фрукту. Понял. Ну тогда на нас пробовать не надо, да? Я тоже так же не пробую, потому что. А что она по прибору показывает? Ну там есть на углу шпаклевка. Там сыграла, наверное, чуть-чуть. Вмятина была. Вот здесь, да? Да. А крышка внизу. Ляду поменяли. Ну крышка тоже крашена, да? Понятно. Да? Ну сейчас посмотрим. Так, давайте, наверное, туда можно достать. Мне надо поднять. Или так. Сейчас придержи, я посмотрю. Ну вот, да. Ну это не заводской. Вот тут вибро проклеили. Вот, видите, герметик. Дормально бывает. Думаю, тут. Все, да, понятно. Так, вы не будете, я сейчас посмотрю. Тут приклеили намертво. По интерьеру погнали. Бесключевой доступ. Слепые зоны. Музыка. Боссын. Есть небольшие царапки. Вот это мне не нравится. Тут, в принципе, довольно-таки аккуратно наклейка. Январь 2020 года на своих местах. Сейчас ремень. Сейчас ремень. Ладно, стройся. Смотрим. Тут регулировка есть. Двухзонный климат. Подогревы. Есть. Автохолд. Дестроник. Это приятный. Датчик дождя. Датчик света. Съезд полосы. Здесь. Тевровая. В хорошем состоянии. Практически заломов нет. Но почистить надо. Дополнительная защита есть. Задняя часть. Тут. Все красиво. Натерто. Порядок. Смотрится. Хорошо. Ремень у нас. Так. 20.01. Родина. Подогревов нет. Зарядка. Присутствует. Котолок надо под химчистить. Моменты. Здесь карта. Большая. Это полирой. Натерли. Тут ремень. Там. Первый. Двадцатый. Порядок. Здесь. Пару царапилось. Выглядит аккуратно. Здесь у нас уже ручное управление. Парух. Пару вздертостей. Так. Хорошо. Ну, подчистить надо. Ну, подчистить надо. Стояло минут сорок. Здесь у нас наклейка заводская имеется. Раз. Болты. Раз. Два. Капота. На месте. Здесь. Точка. На окуляре заводская. Натяжитель. На верхней струне вопросов нет. Натяжитель выглядит нормально. В принципе, и без запотеваний таких. В глубине там, мне кажется, есть небольшое. Не так просматриваем. Здесь, под клапанами все чисто. С этой стороны аналогично. С этой стороны аналогично. С задней стенки тоже порядок. По работе. Ну, лишних звуков не сдаёт. Наклейка на месте. Маркировка тоже. Есть лонжерон. Вопросов тоже не вызывает. Болты. Раз. Два. Три. Нижний. Вот. Точка заводская. Есть. На окуляре. Тут тоже присутствует. Так. Тут на месте. Давайте проедемся, если вы не против. Можно я за руль? Вы немного на ней наездили, да? Или вы не ездите на ней? Нет, нет, нет. Она вот стояла, а вот так на ней. Угу. Я пару раз приезжал. Так, секунду. Вы не против? Посмотрим диагностика. Ключ один. По углу порядок. Вот минимальное значение, максимальное, которое должно быть по заводу. Давайте так, смотрите, я сейчас информацию клиенту передам. Там пара молодая тоже. Мы сейчас с ними, ну, давайте ориентироваться на завтра, на истину, окей? Ну, после четырех только дни раньше. Я понял, да, то есть, если там пол пятого, опять записать у вас будет нормально. Да, отлично. Что по итогу можно сказать? Мне вариант понравился. Единственное, мы вот обнаружили на правой стойке еще такой подкраска шпаклевка. Там, скорее всего, сыграло, чуть-чуть и была небольшая вмятина. Такое, к сожалению, бывает, но это не есть криминал. Покрасили, в принципе, вопрос у меня не вызывает, по шагре, не по всему. Работа нормальная, назовем так. Снизу промазали там герметиком. Я думаю, там надо еще пересмотреть, короче, чтобы откинуть все лишние варианты. Надо пересмотреть на СТО, поднять снизу все. Ну, так плюс-минус все на своих местах стоит. Подушки у автомобиля не стреляли, это радует. 18, ну, 19 тысяч пробега по двигателю, по технической части вопросов нема. Спереди все есть, небольшая там есть царапинка на бампере, но то уже простительно. В принципе, этот автомобиль можно рекомендовать, поэтому мы завтра договоримся на СТО и поднимаем его, смотрим. Если все окей, будем торгаться, забирать. Продолжение следует... Ну что, ребят, мы уже закончили осмотр автомобиля в надлежащем состоянии. По косякам найдено небольшое запотевание на стыке коробки и мотора, собственно. Это может быть сальник коленвала. Пока это еще небольшое запотевание совсем, за которым надо наблюдать. Ну, как мы знаем, по итогу, когда-нибудь придется скидывать коробку и менять этот сальник. Процедура дорогостоящая. По технической части подвески нареканий нет. Все соответствует 19 тысячам пробега. Это прекрасно. В общем, мы немножко поторговались, потому что у людей там продают они не от хорошей жизни, назовем так. Поэтому, честно говоря, мне даже было не совсем удобно торговаться за нее. Да, поэтому, ну так, символический торг. Ребята завтра готовятся в сервисный центр и мы вместе с ними помочь им оформиться и по домам. С вами был Днепровский Автоподбор. Подписывайтесь на канал мой, на инстаграм мой и на инстаграм Родиона. Все-таки он у нас уже тоже теперь известен. Вышел выпуск про Ланцер, Родион там на нем растекает. Я только и смотрю в новостях, как боком люди ездят на Ланцерах. В общем, как-то так. Удачи, всех бах! Ну что, ребятки, заканчивается наш автоподбор. Очередной Mazda CX-5, 20-й год. Комплектация Touring Plus, можно сказать так. Хороший набор опций, Technology Packet, все есть для жизни комфортно. 19 тысяч пробега, да, что немаловажно. Кожа Alcantara, небольшой удар по заднице, соизмеримый жизнью. Все красиво, ляда поменена. В общем, автомобиль Коштова в 25 тысяч, мы на нем сошлись. Цена на сегодняшний день довольно-таки неплохая. За такое повреждение, за такой пробег и за такую комплектацию. Поэтому, я думаю, наш клиент будет обязательно доволен. Ехать одной рукой рулить, слезы счастья вытирать второй рукой. В общем, мы с вами отправляемся в следующие подборы. Нас ждет Passat B8, Европа, как мы любим, не Америка. И, конечно же, Audi A4, моя любимая, кузов B9. Поэтому будет много интересного. Подписывайтесь на канал, ставьте там лайки, колокольчики. Ну, в общем, вы все знаете. Тут мы сейчас продублируем его. Если вам интересно, пишите мне в Instagram. Обязательно по возможности буду вам отвечать. Поэтому удачи, всех бах. С вами был, как всегда, Андрей, а можно просто Андрей Владимирович. Поэтому с любовью из Днепра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok